всем привет у меня сломался еще один нож на этот раз уже дорогая модель benchmade barrage это нож по идее с ассистом и непонятно как и что ассист перестал работать что-то блокирует откидывание клинка и сейчас я хочу посмотреть на этот опыт будет полезен всем тем кто планирует или купил этот нож нож у меня принципе еще можно сказать такой новый не старый и с чем столкнемся мы после покупки этого ножа вот я уже столкнулся сейчас открою посмотрим что внутри что сломал что заела и каждый кто обладает этим ножом или планирует купить нож может как говорится ожидать знать что может приключиться с его ножом но это еще раз говорит о том что вот эти все ассисты такая же красота и все такое удобство но на самом деле чем больше механики чем больше и пружинок и все так вот тем больше вероятность поломки этот нож довольно таки дорогой ножик и даже он застрахован от таких несчастных случаев скажем так ну долго не буду болтать и перейду уже наверно к разборке этого ножа нож я еще ни разу не разбирал вот и все это дело буду делать я на камеру насколько я знаю уже видел видео в ютубе есть выложены полная разборка этих ножей сборка там ремонт ассиста и все такое так что кому кто уже видел или кому не терпится может там посмотреть сравнить другие видео я вот здесь я как говорится буду открывать изучать личный опыт смазывалась все это дело бенчерская смазка это так что смазка в поломке здесь можно сказать ни при чем не участвует так что не знаю что здесь может просто пружинка заскочила что будем смотреть данное видео еще полезно будет и для фирмы бенчмейт потому что я буду высылать если что-то сломалось на гарантийный сервис гарантийный сервис в бенче работает хорошо здесь почему-то расслабленный винтик был с этим ножом мне уже пришлось обратиться фирму бенчмейт я заказывал у них винтики вот эти вот потому что на новой модели заводской винты были прокручены или резьба сорвана или короткие не знаю здесь тоже можно заметить винтик был расслаблен вот и они мне выслали комплект винтов за что им большое спасибо именно на эту модель ножа нож был новый и винты прокручивались вот так что еще один момент говорящий в принципе о качестве ножа здесь у нас ничего не заржавела никаких пятен ржавчин там налетом ничего нету все выглядит свежо ново чисто если у нас такой набалдашник этот набалдашник короче говоря как бы контейнер вроде для пружины асиста вот надеюсь здесь не сломан асиста просто вылетела пружина наверно бэк спейсер снимем короче конструкция такая все облегчено все четко все четко на все ломается винты идут на вылет вкручиваются в другую сторону лайнера нет никаких фиксаторов все раскручивается легко легко и просто я даже не могу вытащить пружину асиста потому что клинок он вот возможность появилась на я боюсь затупить клинок сейчас попробуем сначала пружинки это уже не первый мой опыт поломки асистов до этого не ломался free fall асист вот это уже там уже другая чуть система асиста там одна большая пружина здесь какая-то спиральная пружина еще есть третий вид у бенча это по моему торрент у нее еще другая как бы система но вот пока две системы не оправдались и от керша сломалась от бенча вот этого система тоже сломалась не уходит пока держится бенч мейт тарант с ним особо не пользуюсь так что смотрю здесь уже у нас жестко затянута скорее сеть фиксатор раскручивается с таким приличным усилием винт но винт чистый на нем не видно фиксатора так что здесь я не знаю почему так затянуто мощно продолжим это у нас видно осевой получается а это на балдашник остается внутри такс нож уже начал открываться раскроем до конца это у нас такой вот предохранитель вот так вот все выглядит все смазывается еще раз повторюсь бенчевская смазкой вот так вот много мусора здесь у нас не знаю открытие или не открытие для кого-то но бэкспейсер у нас не какой-нибудь же 10 обычный пластик обычный пластиковый бэкспейсер так ну что там дальше у нас почистим скорее всего здесь просто пружина соскочила поломок не видно может быть засорилась из-за этого шайбы желтые окисленные пружина у нас целая поломок не видно значит просто выскочила как бы несовершенство механики а в плане качества вроде все нормально у нас внутри тоже какая-то шайба почему-то или нет вот она в чем причина это элемент пружины получается у нас пружина повреждена вот все таки сломалась поторопился я с выводами о качестве опять придется обращаться сервис центр бенчевцам покажем им этот видеоролик и вот такой вот ассист ничто не вечно на этом свете так что вот наш поломанный элемент пружина здесь имеет очень много мотков и в принципе по умолчанию она не должна была сломаться так как здесь такого сильного напряжения на вот эту пружину нету все плавно сжимается за счет того что много звенья здесь все должно было работать долго и надежно но мы видим что у нас здесь поломка ну все на этом наверное все сейчас я почищу ножик смажу соберу но соберу уже без пружины вот не хотел я снимать пружину многие говорят что без пружины без ассиста ножи намного интереснее становится играться прикольнее работает все четко то есть на функционал эта пружина в принципе не влияет на рабочую возможность этого ножа вот но как бы это больше такой бонус на там панты для открытия и вот я соберу и посмотрим как он будет работать без пружинки и включусь еще пару слов и пару наблюдений по этому ножу нож почти собран но здесь есть момент почему я заказывал вот эти вот винтики для этого нового ножа потому что они якобы были сорваны но сейчас я вот начал закручивать и опять они как бы начинают прокручивать и причина этого если удастся показать вот в этом вот здесь верхний винт или это нижний получается винт под пальцевой выемка он практически не торчит абсолютно вот если посмотреть я попытаюсь показать вот глубина его вылета там даже миллиметра полумиллиметра нету то есть он цепляется только-только наружный еще более-менее как-то цепляется но он тоже маленький вылет имеет надеюсь это все на камеру будет видно вот и соответственно они срывают эти винты и для сравнения с другим винтом от фирмы Benchmade я покажу вот я надеюсь видно что черный немного длиннее и этот черный закручивается просто идеально это информация как бы на будущее всем обладателям этого ножа и я такую же информацию вышел Bench попробую попросить у них винты длиннее если они у них есть белого цвета вот то пока я скорее всего вкручу такие черные так как они мне высылали комплект так как они были сорваны вот он комплект у меня здесь и отсюда я вытащу черные винты и закручу их короче вот такой вот косячок есть вариант конечно немного рассверлить вот эти вот отверстия углубить вот и тогда винты эти будут вылезать но на самом деле мне все таки кажется слишком короткие винтики вот разница еще один момент в винтах которые мне прислали от фирмы Benchmade есть можно сказать три размера я не знаю на камеру видно или нет чуть длиннее чуть короче и вот белый вот белый самый короткий из них получается и как раз он идет в комплекте на больстерах есть смысл закрутить вот эти черные а вот этот если вкрутить тот который по длине он уже будет выскакивать с внутренней стороны ножа и мешать келенку то есть этот момент тоже надо учитывать сильно длинный то что туда не закручишь я решил достать свой штангенциркуль и наглядно показать разницу штатного винта и от тех винтов которые у меня есть и которые я буду ставить вот он у нас штатный винт маленький блестящий черт китайский штангель мозги парит надеюсь видно 4,32 длина в инчах 0,17 в миллиметрах 4,32 это блестящий винт вот вот теперь черный который я собираюсь ставить опять все по нулям 4,32 там у нас было черный который я собираюсь ставить 4,95 может 4,90 вот 4,95 в инчах в дюймах столько вот и следующий который у меня есть длинный который не рекомендую ставить если вдруг вы получите или у вас имеются там какие-то другие запчасти но это тоже бенчерский шел в комплекте это от клипс скорее всего 5,93 вот так что советую заменить вот это 4,30 и 4,92 разница 4,92 отлично держит ну все ну все сборка ножа закончена все по центру клинок работает все изумительно то есть поломка пружины в принципе на функциональность никак не сказалось единственное не выкидывается но тот кто имеет быстро выбрасывать для того ассисты не нужен вот складывается нож под своим весом сейчас я чуть-чуть подтянул потому что нож будет разрабатываться как бы я не люблю когда сильно так падает люфтов практически нету в рамках допустимого здесь у нас уже другие винты подлиннее по-моему 4,95 что ли были длина что-то такое вот и изнутри вот здесь если можно посмотреть если видно будет вот здесь они по идее не торчат вот совсем чуть-чуть может быть нет вообще не торчат то есть если чуть борщины с длиной то они будут вот сюда выходить и клинок уже не будет открываться блокироваться будет вот и вот наша пружина которая сломалась спринг вот сломанная часть вот он кусок сломанный вот 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 эту вещь я вышлю в фирме Benchmade покажу видеоролик и вот этот вот вот эта вот пружина как раз является ассистом я из-за нее нож перестал укидываться и заблокировался то есть часто после разборки переборки у нас нож работает нормально но если где-то на природе там или в путешествии в дороге если он у вас сломается то есть подведет вас то получается то получается вы останетесь без ножа потому что он не открывался если у вас нет инструмента чтобы его разобрать отремонтировать вот из-за этого наверное все таки если брать в дорогу лучше брать ножи без всяких пружин без доводчика то есть минимум механики вот а в целом ножом все равно я остался доволен нож все таки отличный и в принципе по большому счету как многие говорят что пружина в этом ноже лишняя без пружины нож намного интереснее с ними заклассен так что даже на новом ноже можно снять пружину и уже работать одним ножом открывать закрывать одним ножом вот такая вот маленькая история начинается можно сказать потому что я буду высылать на фирму Benchmade но гарантийный сервис фирмы Benchmade работает на 5 с плюсом отвечает оперативно высылает все что надо как бы поддерживает и снимать буду или не буду не знаю но вот такой вот момент решила снять все спасибо за просмотр надеюсь было интересно всем удачи всем пока так 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 вот